Девчонки, всем привет! Сегодня хочу показать часть своей коллекции косметики. И коллекцию косметики свою я буду показывать достаточно необычно. Все потому, что я отобрала в свои любимые вот эти вот контейнеры косметику. Это было, наверное, в августе. В общем, в Инстаграм выставляла фотографии того количества косметики, от которого я бы, в принципе, не против была бы избавиться. Ну, избавиться путем использования этого всего. И как бы я все это собрала в контейнеры. А более новую, свежую косметику, ну, скажем так, тени и так далее, я все отобрала в другие ящики и убрала их. В общем, кому интересно, можете посмотреть вместе со мной, что же я тут наставляла. Так, девчонки, я начну с туши. Туши у меня в основном от Сода. Есть Эвелин и есть еще одна. И подводка запечатанная. В общем, там одна у меня, по-моему, в проекте находится, а вот одна запечатанная. С тушью у меня все попроще. Я сильно не набираю, ну, да, не сильно, да, вот такой целый батальон одинаковых продуктов. Ну, в общем-то, это и все. Больше у меня нет запасов. Следующие продукты – это пэнстики. Их у меня всегда много. Я отобрала по срокам годности, разложила. Те, которые посвежее отложила, вот эти, ну, как бы, постарше, скажем так. Буду терпеть в этом году не покупать, потому что я, у меня большой страх, что они исчезнут с прилавкой. Я не знаю почему, хотя мне кажется, что это такой постоянный продукт, который всю жизнь был, и куда же он денется. Но все равно у меня в разных оттенках. Двенадцатые, тринадцатые в основном. По-моему, двенадцатый-тринадцатый у меня и есть все. Вроде бы, да. Я очень редко другой оттенок покупаю, если честно. Двенадцатый-тринадцатый в основном покупаю. В общем, вот такое вот количество. Разнообразие моих батальонов давайте прервем. В общем, вот такая пудра у меня есть. Банановая. У меня их было много разных. В свое время когда-то это был целый бум. И я думала ее взять в проект, но так как она рассыпчатая, она расходуется очень долго. И тут ее еще половина. Я, кстати, ей активно-преактивно пользовалась одно время. Но тут целых сорок два грамма. Когда в обычной десять. Но не думаю, что она прям испортится. Я себя так утешаю. В общем-то, пусть лежит, пусть побудет еще. Успею я все это в проекты другие года впихнуть. И я думаю, что я разгребусь. Раскрепусь, конечно же, со всем этим. Девчонки, получается, в предыдущем видео я вам соврала. У меня вне проекта есть еще и румяна от Giordani Gold. Я им пользовалась пару раз. Не знаю, зачем я их купила. Когда-то, да, это было модно. Это было классно. Я, по-моему, покупала. Радовалась. Я так подумала. Когда у меня коллекция будет выходить на нет. Когда это случится, непонятно. Ну, ладно. В общем, может, я их в то время пересурю. Или еще что-то. Я уже с румяными такими шариками это делала. В Инстаграме у меня есть отчеты. Там дырка такая большая. В другом месте они находятся. В общем, чуть-чуть вас обманула. Двое моих любимых, обожаемых румян. Я даже не могу определиться, какой оттенок мне больше нравится. Затерто солнышко, конечно же, вправо побольше. Обожаю, люблю. Несмотря на какую-то хлипкую, неприятную упаковку. Вообще класс. Супер. Жду не наждусь, когда я ими смогу пользоваться. Я помню, когда раньше я по-другому вела свои косметички. Не то, чтобы вела косметички. Но, в общем-то, что же я делала раньше. Я доставала 5-6 румян. Ставила их на неделю. Старалась не повторять. Использовать постоянно другие, разные. И, в общем-то, у меня это все прекрасно получилось. Кстати, также с помадами я старалась каждый день новую. Потом убирать. И так вот за несколько месяцев менять все кругами. Мне это прикалывало. Но это не давало мне никаких результатов. Опять же, что тут чуть-чуть затерто. И тут посильнее затерто. Еще взять другие румяна. Там тоже подзатерто. Если это все сплюсовать, скажем так, это несколько пустых баночек было бы. Но, так как я, скажем так, везде по чуть-чуть отковырнула, вот у меня и упаковок много. И в то же время все они тронутые. Некоторые даже очень хорошо тронутые. Два матрасика румяшек с хайлайтером. В общем-то, одни я уже давным-давно перепрессовала. Тоже в инстаграме отчет веду по тем румяна-хайлайтерам. Не совсем удачный продукт. Он очень сияющий. Если на щеки нанести полностью, прям вообще блеск. Такой яркий. Я не знаю, зачем я купила всех оттенков радуги. Сложновато мне с ним еще. При том, что он запеченный сложнее заканчивается. Да, когда я перепрессовала его, там стало все намного легче. Он там чуть-чуть еще откололся. Все прям удачненько, быстренько пошло. Но вот эти братья в проект, это только два продукта на целый год. Поэтому к ним рука потянется в конце, когда уже нужно будет остатки сладкие выводить, скажем так. Ну или может на декольте тоже как-нибудь попробую. Ну пока у меня есть на этот год очень много продуктов. А так почему бы и нет. Блеск будет с розовиночкой приятный. Я думаю, с данными продуктами я не стала сильно заморачиваться. Конечно, самые новые они у меня чуть по-другому выглядят. Скажем так, там эти липучки, антикрашки не откреплены. Поэтому их я вообще не стала сюда включать. А все остальные я не стала там кода пробивать, смотреть до которого они годны. Потому что еще все равно в этом году я ими не буду пользоваться. А вот уже в следующем на месте уже и буду разбираться, какие брать, какие не брать. Может еще какие-то другие нужно будет взять продукты. Поэтому пусть я решила, что они вот так вот и лежат. Скажем так, всей кучкой большой. Те остальные уж пусть отдельно хранятся. Да, не знаю, зачем мне столько жидких текстур, которыми я в течение года пользоваться не буду. Вот это мое... Ну да, нравится тебе продукт, ну купи там три. Ну не такой батальон. Да, сейчас я не все коробочки открыла. Поэтому может еще что-то найтись из тех, которые я отобрала, скажем так, в ближний доступ. Вот эти карандаши у меня везде находятся. Восковые от Эвелин. Да, я не знаю даже какое у меня их количество. Нахожу потихонечку. Ну классненько, что они у меня есть, конечно. Еще три малыша. Тоже не стала, если честно, на сроки смотреть. По-моему их у меня три тоже закинула. В общем-то пусть лежат. Ждут следующего проекта. Будем их брать. Будем использовать. Так, целый набор пудр Эвелин. Где-то были еще. Потому что у меня вот этих спонжиков было очень много на рабочем столе в прошлом году. Я обычно вот эти спонжики часто вынимаю сразу. Это вот у меня, кроме данного, все новая партия была. Почему я их положила сюда? Даже не знаю. Вот честно скажу. Не знаю. Наверное, все-таки я склоняюсь к тому, что у меня в проекте сейчас есть пудры для шеи, для декольте. А вот я сейчас смотрю на то, что я это брала. У меня больше для шеи и декольте нет таких вот каких-то непонятных запасов. Так что, наверное, я рассчитывала на то, что данные пудры будут у меня для этой цели. Получилось 9 пудр. И я не найду. У меня где-то была такая палетка, которой я активно пользовалась. Ну, не то, чтобы активно, но она была чуть-чуть покоцана. Та, которая у меня сейчас в проекте, она была тоже новая. Эти две новые. Может быть, она где-то завалилась, завалялась. Или даже я ее закончила. Или просто выкинула, или потеряла. Но найти не могу. Поэтому у меня только две. Две палетки от Focalure. Этой не пользовалась практически. А это была моей, одно время, самой любимой хайлайтер. Тут просто шикарный, румяным пользовалась. Вот этот хайлайтер, конечно, редко трогала. Я даже хотела задублить. Я задублила. Мне пришел не тот оттенок. Но я была рада, что другое попробую. Тут как бы вот этот, это тот же самый хайлайтер. Хайлайтер, румяный, и вот этот оттенок, конечно, другие. И потом я резко остыла. И все, и руки не тянутся. Поэтому вот он у меня лежит в этом архивном ящике. Что у меня еще хранится от Vivienne Sabo пудра? Увидела ее совершенно случайно. Я помню, была в магазине я не одна. Я говорю, я хочу эту пудру. И как раз таки подводку еще. И мне сказали, тебе пудры нет, не хватает. Все потому, что мы еще шли на мероприятие. Как бы ее некуда было положить. Мы зашли за влажными салфетками, по-моему. Ну, в общем-то, вот она у меня. И я ее редко пользуюсь. Тоже лежит, ждет, когда же я начну ее активно использовать. Пудры Stellar набрала большое количество. Оставила немаленькое. Здесь четыре оттенка. Темные, два светлые. На светлые как-то мне все равно, если они уйдут. А вот с темными мне будет тяжеловато. Потому что, ну, действительно, они реально хорошо держатся. У нас с загорелой кожей, которая потеет, которая жарко днем. Ну, мне нравится. Пока что альтернативу я не нашла. Но нужно искать. Потому что их уже-то и нет больше в таком формате. Есть у меня непонятный хайлайтер. Seven Cool, в общем-то, не знаю, какая-то хрень. Пластиком пахнет упаковка. Просто жутко. Сам продукт пахнет нормально. Не знаю, попробую еще его пару раз на щеке. Вначале мне понравилось, потом не понравилось, потом опять понравилось. Не определилась я. Если нет, на декольте однозначно летом когда-нибудь уйдет. Потому что, ну, я хайлайтеры люблю. Готова им тоже обмазываться. Готова духами просто поливаться. И всем подряд. Не знаю, мне так нравится. Очень нравится. Мне нравится, когда всего много. Мне нравится, когда блестки везде. Когда все еще в стразах. Когда все цветное. Все яркое. Когда всего и побольше. Вот это я люблю. Это прям мое. Еще одна рассыпушечка. Лакшери паудер. Тоже банановая. Кстати, в 2020 году. Или даже, наверное, не в 2020. А в основном-то в 2019 году. Я пыталась все рассыпчатые пудры по-активному использовать. Все почему? Потому что у них такие большие объемные баночки. У этой, конечно, баночка маленькая. Потому что тут-то и 30 грамм всего лишь. Хотя в тех тоже не так-то много. Просто там такие лепехи огромные. И меня как-то это начинало подбешивать. И я почему-то решила. Ой, а почему мне их не вывезти? Ну, это оказалось плохой идеей. Потому что одна баночка на протяжении двух месяцев просто у тебя не расходуется. Когда простая прессованная пудра. Оп-оп. И уже вышла из твоего арсенала, скажем так. Ой, наверное, соскучились по моим супердоблем. Поэтому буду чередовать. А то как-то всего по одному. Даже самой не верится. Сарказм, если что. В общем-то, вот такие две палеточки. У меня еще и третья есть в другом месте. Помните, раньше были активно распиарены хайлайтеры от Мэри Луминайзер и так далее. Вот я тогда покупала Синди, Бетти. И потом еще и фейков накупила. Вначале я потратила оригиналы, потом начала активно фейками пользоваться. Потом начали выходить вот такие трешечки-палеточки, только оригинальные. Ну, и мне уже оригиналов не хотелось. И, кстати, вот Мэри Синди и Бетти, вот эта палетка, это вообще непонятная какая-то. Типа вот что-то похожее, навеянное. Да, пользовалась вот активно. Вот здесь какая-то загоревшая кожа вообще пошла. Ну, сейчас уже не так актуально это для меня. Возможно, оно вот полежит какое-то время. Я подостыну, подумаю, а почему бы мне не потянуться ручками к вот этим вот продуктам. И начну ими активно пользоваться и наслаждаться. Ну, пока что там. Кстати, очень удобно пласть картонные упаковки. Если что, можно вырезать и рефил оставшийся просто переместить в какую-то другую палетку. Вот за это я люблю вот эти картонные упаковки, что все можно вынуть. Вот сейчас я столкнулась с проблемой у меня от Vivienne Sabot. Я два рефила все-таки решила перепрессовать не в... Это зеленая моя палетка, если кто-то смотрит мои отчеты. Два рефила решила перепрессовать совершенно в другие упаковки, чтобы там, ну, из-под пудр, чтобы нормально, так сказать, размешать все и спрессовать. А не лепить вот в эти маленькие рефильчики. Вот остальные два не так часто пользуюсь. Могла бы их аккуратненько вынуть, переместить в другую упаковочку и наслаждаться дальше. А нет, не вынуться. Поэтому такая шайба будет лежать и занимать место. Что еще у нас в архиве? Max Factor. В прошлом году я один такой закончив или два. И вот один, знаете, так немножечко подзавалялся. В этом году не стала брать, потому что немножечко он поднадоел своим вот этим аппликаторам, которые мыть, то еще удовольствие. Поэтому пусть полежит. Какой вот шикарный оттенок скульптора-бронзера от You Can Be. Покупала, знаете, когда думала, что по Гамма-маму там из расхода за считанные секундочки. Да, прикладывала я к нему свои кисточки. Но, конечно, долго играющий будет продукт. Это не от Риммель. Те, которые у меня отлетают. Не успела я начать проект уже. Все закончилось практически. Тут, конечно, спрессовано отлично. Из разряда непонятно, но очень интересно. Вот такой вот матрасик. У меня есть подозрение, что это могут быть и тени, и хайлайтер. Но сейчас покажу. А вот тут вот донышко открывается, и тут лежала большая кисточка. Так что у меня есть все подозрения, что это все-таки продукт для лица. И написана на нем информация, что это шиммерный бронзер. Бронзер Mirror Taint. Наверное, на двух языках это. В общем, шиммерный бронзер. Но как бронзер, он немножечко какой-то странный. Там с фиолетовым переливом. Но будем пользоваться. Почему бы нет? Попробуем. Еще не так-то и распробовали. Одинокий продукт. Мыло для бровей. Ну, не очень-то пошло. Ну, пусть лежит, пусть лежит. В принципе-то упаковочку можно потом под что-то приспособить. Пусть будет. Еще три маслица для губ. Конечно, да, лучше бы их израсходовать. Но я и так очень много продуктов для губ и зелан. Бальзамчиков. Не будет хватать. Будем брать. Целый батальон теней от Стеллари. Тон 26. Белый матовый стандартный. Классный оттенок. Всегда мне нужен. У меня в чем проблема? Я во всех палетках теней, как, наверное, и большинство людей, заканчиваю светлые матовые оттенки раньше, чем остальные. И, естественно, мне нечем становится пользоваться. Я начинаю с другой палетки заканчивать светлые матовые. И вот такое вот по кругу получается, что у меня нигде светлых матовых нет. Поэтому они у меня всегда есть. В большом количестве я всегда докупаю. Раньше я покупала арт-деко, по-моему. Да. Тоже единички были до этого. Морикей. Но у Морикей там расход какой-то бешеный. Мне подошло. Поэтому остановилась на Стеллари. Два хайлайтера от Kiss Beauty. Мне так понравился серебряный, что я купила и бронзовый. Даже хотела, пыталась их закончить. Мне так они понравились. Но потом резко что-то новое купила, переключилась. О них забыла. Вот и лежат. И уже не в 2021-2020 году я открыла для себя косметику фирмы Tvayon. Израсходовала одну пудру. Она мне понравилась. Купила еще две в запасы. Попробовала этот и тот оттенок. Все понравилось, все хорошо. Но вот и они остались. Да, помню, тогда они у меня в тандеме с тональными кремами от этой фирмы пошли. Прям отлично. А теперь вот лежит. Но опять же, если не просит, пусть будет. Немножечко продолжим тему с косметикой Tvayon. Тоже вот такой контурирующий стик. Один из расходов. Второй вот остался. А тут хайлайтер. Тут коричневый такой скульптор. Все приятно, все нормально. Мне понравилось. Я задублировала. Дублировала. Ну, вот дубль будет лежать. А 3 мельстик. Тут вот антикрашечку пришлось снять. Посмотрела по срокам. Все-таки нужно использовать. Тоже дублировала. Все запечатано. Пока что новое. Пусть пока полежит. Также отправляю его в коробочку на хранение. Ничего страшного, я думаю, не будет. Тенюшки от Эвелин. Эти вообще две слева запечатанные, справа раскрытые. В общем, где-то у меня еще их целый батальон. Только я никак не могу найти, где. Я точно помню, потому что я и отзывы писала. У меня их было не один, так сказать, оттеночек. Девчонки, когда смотрю на свою вот эту коллекцию, мне кажется, что ее очень много. Открываю американский YouTube. Все. У меня вообще ничего нет. У меня включается какой-то там щелчок в голове. Типа, ну что ж ты как-то не можешь себе позволить, что ли, пойти и купить парочку тенюшек. И все. Я иду покупаю. Вот, кстати, одна из причин, почему у меня так много одинаковых или каких-то покупок. Я хочу, чтобы у меня было, ну, не то же количество, а хотя бы какое-то приближенное количество к тому, что есть у них. Мне это не наш там пиар-рассылки. Нет, никто ничего не присылает. Девчонки подарки мне не дарят упаковками. Так что все, что у меня есть, все куплено мной. Пусть по скидкам, по акциям, но все равно это я покупаю. Но вот это вот в голове, что, знаете, они могут тебе позволить столько купить, столько иметь, а я что-нибудь могу позволить себе на целую батарею помад. Ну, и начинается вот у меня, знаете, такое самобичевание. А почему бы нам не пойти с тобой, не прогуляться, да, в ближайшем магазине и накупить себе. Ну, хотя бы треть того, что там показали за первые три секунды. Это уже какой-то своеобразный, наверное, школьный синдром. Посмотри, как другие, а почему ты не так себя ведешь, не так себе покупаешь, не так себя балуешь и так далее. Я когда-то общалась с человеком, и мне эта девушка сказала, что, ну, что ты не можешь каждый день себе позволить крем для рук купить и побаловать себя. Я слышала несколько утверждений, что как бы, ну, там, за месяц ты можешь себе что-то позволить купить. Когда-то мне один взрослый человек, женщина в таком преклонном возрасте, сказала, что раз в месяц, если девушка работает, она может себе ювелирные украшения позволить купить. Не знаю, как там, что и почему, я сильно с ней так не общалась. Ну, как бы, мысль своеобразная. Ну, как-то мне сказали, что каждый день крем для рук, ну, так утрировано, крем для рук, помадку, что-то вот можно каждый день себе позволять. Да, я подумала, а, я себе не могу позволить, да, тоже начинаю что-то скупать. Продолжаем коллекцию хайлайтера от Твоё. Классный, нормальный, тоже второй. И уже о румяшках от Твоё пойдет речь. Да, я вот тут вот откалывала кусочек. Ну, в общем-то, они чем-то похожи на румяна от Стеллари, только с большей пигментацией, и нормально клеются кожи, даже запудренно, припудренной такой, жестко напудренной. То есть, ну, получше качество. Хотя очень похожа текстура. Не стала уже открывать смысла, там, смотреть нечего. Они все новые от Beauty Bomb, Pearl Powder, пудра. Ну, вот опять же, да. Увидела по скидочке, по акции, зашла в магнит косметик, там, скидочка, акция, все, опять же, из-за того, что он у меня не то чтобы в шаговой. Сейчас я, кстати, вот, когда выхожу в простой магнит, я стараюсь брать 200-300 рублей, оплачиваю наличкой, то есть, только там на молоко. Ну, зачем я иду, в принципе. И потом уже иду в магнит косметик, и, а, у меня денежек ни на что не хватает. Сейчас нейлак для ногтей стоит достаточно дорого, так что ничего ты, в принципе, не купишь. Это, кстати, мне тоже очень помогает. Американский YouTube перестала смотреть, прям практически совсем. Все-таки, да, им рассылают, пиаром. А я почему-то думаю, что так должно быть. И так правильно. И вот одна из таких покупок. Я была в магните в другом. Тоже зашла, знаете, лето купить. Думаю, почему бы не купить себе какой-нибудь водички охлаждающей. Поднимаюсь на второй этаж, магнит косметик. Как же мимо пройти. Я там редко бываю. Почему бы не зайти. И тут вижу вот этот вот прекрасный продукт от Evelyn. По скидочке по какой-то. Их стоит целая батарея. Как я один еще купила. Я не знаю. Это уже как бы загадка для меня. Может, потому что не пробовала и тестера не было. Да, классный. Тут, кстати, вот такой вот коричневенький оттенок. Прям на лето классненько подходит. И вот эта вот светлиночка. Ну, мне нравится. Но опять же, вот спонтанная покупка. Тебе нужны румяна? Нет. Зачем ты их покупаешь? Ответ. Вот. Покупаю. Также покупаю все. Catrice. Использовала достаточно часто. Ну, для моей коллекции. Да, часто. Кстати, я сейчас подсмотрела, опять же, по методу там Конмари расхламление. Все это пересмотрела. Заново вспомнила. И девчонки, которые за границей живут, американские блогеры. В общем-то, я у них часто видела, что они обдирают этикетки или переливают продукты в другие упаковки. Подделочка на худо. У меня еще есть вот такая, одну закончила. И, в общем, я загорелась желанием тоже по возможности поотдирать этикетки от упаковок. Ютибон в румяшке затесались. В общем-то, что я сделала? От уходовой косметики, где было возможно, я поотдирала все этикетки. Стало намного легче. Я не рассматриваю теперь часами, что у меня там есть. Все какое-то безликое, все какое-то простое. Кстати, вот от Риммель новые румяшечки, которые у меня в Project Pain есть старенькие. И, знаете, как-то попроще стало использовать те продукты, которым не тянулась рука. Не знаю, может, это на подсознание как-то сработало. Я не вижу никакой информации, никакой яркой броской картинки. Не вижу никаких обещаний, что там что-то сделают. Я просто беру. Я знаю, для чего у меня стоят, в какой батарее, какие продукты. Я беру и пользуюсь. Кстати, вот мой проект, ну не проект, а то, к чему не тянутся ручки, прям активненько так пошел. Сама не ожидала. Я думала, что это просто для красоты. А вот еще вот так на меня повлияло. Может, кому-то будет полезна данная информация. Тоже как-то сделает такое. Такая вот красотушка от Essence. Тут прям затерто, ну чуть ли не до дыры. Очень мне нравится данный хайлайтер. В общем, девчонки, так что, если вдруг у кого-то такая же проблема, как у меня, и он покупает все, что видит и все, что не видит, можете тоже попробовать. Конечно, некоторые упаковки, они уже идут пропечатаны сама на пластике. Ничего не отодрать, но даже так визуально все приятно как-то. Не так много вот этих вот... Сотри свои прыщи, суй свои поры, убери целлюлит. В общем, как-то все поспокойнее заходишь. Вроде бы ты не знаешь, что у тебя есть какие-то проблемы. Просто баночки стоят. Так, у меня еще вот такая подделочка NYX есть. А почему я ее купила? Потому что тут синий и желтый как бы хайлайтеры. Мне было интересно вообще попробовать и подогать свои пальцы. В итоге я пользовалась только этим и этим в основном. Ну, нормальная. В принципе, тоже буду заканчивать потом со временем. Почему бы нет? Такие тоже огромные хайлайтеры у меня. И, насколько я помню, у меня еще где-то другая такая же большая палетка лежит. А вот найти я ее не могу. Я помню, что я покупала две или три. А где они есть, опять же, большой секрет. И они, по-моему, в контейнерах у меня тоже не лежат запасных. Вот такая вот палеточка от You Can Be. Девчонки, вот не знаю, что это такое. Вот этот продукт я использовала для контуринга лица. Этот как хайлайтер. Эти два пыталась как румяна, но не очень пошло. Видите, я ей свочи потом делала. Давайте вместе посмотрим. Может, у кого-то тоже такое есть чудо. Юда. Написано хайлайтер-палетка. Правильно же? Вот я читаю. В общем-то, я нигде не вижу слова глаза. Я вижу только face and body, хайлайтер-палетка. То есть, получается, что это хайлайтер. Получается, это не для глаз, да? Или я что-то путаю. Может быть, когда я заказывала на Алиэкспресс, там была другая информация. Ну, вот она пока что у меня точно не для глаз идет. И лежит. Терзают смутные сомнения. Так что, девчонки, если у вас такая есть, или вы поняли, что вот тут вообще за информацией, и правильно ли я, опять же, хайлайтер-палетка, правильно ли я ее интерпретировала, пожалуйста, напишите. А то как-то вот, с одной стороны, хочется ей пользоваться, но хотелось. С другой стороны, вот, меня смущает даже вот этот оттенок. Но этот, ладно, еще как бы пойдет. А вот этот, посмотрите, он с таким шиммером, и он больше в коричневый какой-то яркий уходит. В общем, не знаю. Не знаю, что это, как это, и правильно ли я вообще действовала, что наносила это все-таки на лицо. Еще одна подделочка, значит, это все-таки подофру у нас получается, хайлайтер у меня уже был такой, я вам чуть-чуть раньше показывала. Тут уже такой золотисто-коричневый, мне эти оттенки всегда нравятся, потому что их на тело можно... Все отлично, вечером все это блестит. Мне нравится быть, как сорок, всяк по брякушках, блестюшках. Еще раз повторюсь, я обливаться духами, да, я знаю, что там на работу, или в какое-то закрытое помещение, или в магазин не нужно, но вот, чтобы у меня дома прям все сияло, и надухаренно было, это мне нравится, и никто не против, в общем-то, всех устраивает. Вот такие палеточки, кстати, я разбросала по всему, чему только могла. Они очень тонкие, очень просто, посмотрите, какие тонюсенькие, мало места занимают, все очень классно, они у меня везде валяются, где только возможно, без зеркала, но зеркало можно в другом каком-то продукте найти, в пудрах всегда есть зеркало. Просто универсально, я в восторге, что я их столько приобрела. Так, в этом контейнере я нашла всего лишь 5 палеток, но я помню точно, что я их покупала штук 12, так что, ну да, вот такой вот я плюшкин, наверное, своеобразный. Опять же, зачем покупать одно и то же? Возможно, если бы у меня под дома был литуар, я бы так же сгребала бы все. У меня, кстати, раньше рядом был Рив Гош, и где-то до 14-го года, и вот знаете, духи, ох, это была прям моя слабость, я каждую неделю заходила, смотрела какие там опять новые скидки, все буквально фиксировала, чуть ли не в тетрадочку. У меня была такая, знаете, специальная там выделенная графа, я прописывала какие ароматы, я помню, Амор Амор от Кошарель хотела купить, по скидочке, скажем так, ну раз рядом живу, почему бы не высмотреть скидочку, помню, выписывала, миллилитры, такой, за сколько, помню, Хлои там покупала очень часто, вот, знаете, такой, как своеобразный был поход, как будто я там ревизора какой-то, именно по скидкам, помню, проходила всем акциям, потом на день рождения, подбирала все эти каталоги, помню, листала, где подарки за покупку, на сайт заходила, там, да, да, сейчас какой подарочек, за какую покупочку, это вообще самая моя огромная проблема, подарки за покупку, подарки за покупку, это прям все, мне не нужен продукт, я покупаю из-за того, что там подарки будут, подарки, какие-то пробники, мне не важно, я покупаю, поэтому, кстати, вот я рада, что я от Эйвена и Рифлеем отвязалась, там постоянно какие-то подарки, за рубль набор, за рубль то, за рубль все, купи со страниц на 900 рублей, получишь скидочку, все, это у меня срабатывает, я не знаю, как какой-то рычажок, и все, девчонки, я сразу уже готова отдать все свои деньги, только дайте мне этот подарок, одна из, наверное, самых первых пудр, которые я купила, именно в Макнит Косметик, это были Вивьян Собо, в зеленой упаковке и в черной, помню, у меня их было две, очень-очень-очень-очень давно, может там в одиннадцатом году, или в каком-то, или даже раньше, ну в общем, когда вот только Макнит Косметики открывались, я помню, что вот именно там я купила эти две пудры, это были мои первые покупки, еще от духов я купила, три или четыре упаковки, вот дешевых, такие, знаете, бюджетных для дома, карамельных, там шоколадненьких, в общем, вкусняшек всяких, помню, это я так была рада, что на фрагрантике я нашла тоже эти ароматы, ну знаете, хоть они и бюджетные, но я их смогла и там найти, как-то, не знаю, что-то у меня какое-то было переполненное счастье, я потом уже подружкам и тому подобным улыбкам этим не радовалась, а вот именно Макнит Косметику я была рада, несказанно. Пудра не самая лучшая, она неплохая, поэтому у меня в запасах есть, и еще у меня в запасах такой же коричневый практически оттенок, как сейчас в проекте находится, ну для лета, и вот слева, конечно, очень классный хвивайтер, по нему не скажу, что я им пользовалась очень-очень-очень много раз, он, конечно, запеченный, там грамм какое-то невероятное количество, но с удовольствием буду пользоваться, когда дойдут до него руки, прям вот это такой продукт, которому хочется тянуться. Кстати, совсем такой нормальный можно задать вопрос, а зачем ты покупала два коричневых оттенка, если тебе Светка больше нравится, ну это Алиэкспресс, ты заказываешь оттенок, тебе приходит другой, продавец тебе дает какой-нибудь купон на 30 копеек, и ты с ним сидишь и ничего не можешь сделать. Вот такие вот еще два хайлайтера. Два хайлайтера от Maybelline, где-то еще у меня три, не могу найти, может быть там по срокам посвежее есть, поэтому в другое место и положила. Кстати, вот что еще хотелось бы сказать по поводу вот этого вот всего. С Алиэкспресс тоже желания нет заказывать, они постоянно присылают то не те цвета, то разбитая, то вообще текстура какая-то странная. Так, Maybelline, румяна, фитми, и потом они тебе дают этот купон, ты как бы обязан у них покупать, они спор закрывают свою пользу, что они такие молодцы, несмотря на то, что они вообще тебе другой оттенок присылают, и из-за этого у меня очень много продуктов получается, которые я хотела бы в другом оттенке попробовать, но вот так вот наслаждаюсь я тем, что и далее. Так, у меня все меньше и меньше продуктов вокруг меня остается. Вот такой вот прикольненький купила из-за дизайна, ну, теперь лежит, не знаю, как буду пользоваться, возможно, буду на нос как-нибудь наносить потом, ну, опять же, так как он не сильно-то тронутый, пусть пока полежит. А данный продукт вы видели у меня в проекте, вот еще такой в запасах есть, поэтому, так сказать, он в проект и попал. Трое румяшек от Essence, по-моему, у меня их было в районе 10 штук, вот такие точно где-то еще валяются, именно вот в этих корзинах, я же не все принесла, потому что малиновые были мои самые вообще любимые, если эти такие, знаете, эти еще на загоревую кожу нормальные идут, а эти вот, знаете, зимой они вообще блеклые, когда нужно, чтобы что-то было незаметно на лице, вот тогда их отлично использовать. От Catrice нетронутый продукт, тронутый закончила, вот зачем-то тоже задублила, не особо-то зашел, понравился, но не так, чтобы его прям дублировать, но вот у меня дубль. Тональный крем, который в одном из проектов моих, конечно же, был не в одном количестве, немножечко поднадоел, наверное, поэтому как-то про него постоянно, он говорит на него, постоянно смотреть, когда есть что-то другое, не захотелось. Палеточка вот таких вот прекрасных хайлайтеров, да, пользовалась ей прям активно, даже хотела ее одно время закончить, вывести ей вообще из своей коллекции, классная, прекрасная, рыхлая, все же как надо, в поры не впадают, но потом как-то опять же подостыла, из-за того, что у меня такое большое количество косметики, я пыталась ее поменять между собой, вот получается, что если тут вот все это соединить, количество использования, то один рефил бы уже был пустой, но нет, мы так не можем, нам хочется во все свои ручонки позасовывать. Так, Beauty Bomb, вот такой вот корректор, консилер, тут в общем-то хайлайтер и корректор, у меня еще другие есть варианты данного продукта, так что тоже лежит, потому что более свеженький. Хотела взять в проект данный продукт, но потом передумала, потому что стик толстый, я помню, с румянами очень сильно и долго боролась, тоже в таком стике на румяна как-то попроще шли, а тут все-таки контурирование не так много нужно, то у меня есть старший продукт, тоже лежит, хотя упаковка как будто ему 500 тысяч лет. Вот такая вот прикольненькая штучка у меня есть, типа и в сенворон, даже тут сердечко не тронуто, еще она еще даже в пыльнике. Ну, не знаю, что это за румяна, попробую, конечно, избавляться пока что от них не планирую, ну, как бы могу-то, в принципе, и пристроить их к чему-нибудь. И когда я разбирала свою коллекцию косметики, я их, конечно же, видела, я знала, что они у меня имеются в коллекции, но я их, скажем так, обошла стороной, значит, на то были причины, значит, я их выводить пока что не буду. Такой вот хайлайтер тоже не использовал со мною, лежит, как бы есть, не просит, то же самое. Пахнет он, кстати, очень приятно, необычно для хайлайтера, скажем так, какими-то конфетами, больше похоже на какой-то блеск для губ, если честно. От Revolution у меня вот такие вот тенюшечки, тенюшечки, румяшечки, одни остались, скажем так, вне проекта, вне всего. Затертый, может, еще, конечно, есть. Ну, с другой стороны, очень удобная такая тонкая упаковочка, тут всего 2,4 грамма, небольшое такое количество, маленькое, удобно хранить, кушать такое точно не попросит, место много не занимает. Многострадальные старые румяна Focalure Face, которые у меня уже были в проекте, да, это запеченный продукт, с такими-то сложно работать, они, конечно, надоедают, дырочка не появляется. У меня сейчас даже в косметичке на неделе вот эти вот маленькие румяна, кто смотрит в черной упаковочке, бесят, я не знаю как, потому что я их набираю, они, во-первых, плохо набираются, тут хотя бы набирается все нормально, но, опять же, я не вижу ни донышка, ни дырочка, никаких вообще признаков того, что я этим продуктом уже месяц пользуюсь. Тут тоже, как бы, признаков того, что месяц пользуешься или два нет. Конечно же, все стесалось, но это уже заметно, когда ты, скажем так, смотришь отчет до-после, а так он немножечко раздражает, руки тянутся к другому, все не получается. Вот такой вот прекрасный хайлайтер-сердечко с фиолетовым отливом, с розовато-фиолетовым, не на каждый день, очень красивое, я вот жалею, что не взяла его в проект, потому что, ну, некоторые макияжи вечерние, они требуют какого-то такого необычного сияния, и, кстати, я жалею, что не взяла вот эту вот палеточку, палитрочку в проект, но, с другой стороны, тут такие рефильчики, которые можно вставить, будет в другую палетку, и почему бы потом не пользоваться этим продуктом. Ну, уже выбрала, как выбрала в проекте, и так у меня очень много хайлайтеров, и всего-всего-всего, не нужно больше, я думаю, ничего добавлять, иначе будет все в провале. Такой вот продукт тоже лежит в таком своеобразном архиве, большая классная палеточка, очень мне она нравится, выглядит она, конечно же, эффектно. Я когда показала людям, которые не занимаются, скажем так, косметикой, и вообще не знают, я показала эту всю красоту, и мне сказали, вау, это, наверное, очень дорогой продукт, это продукт из Китая. Кстати, сейчас хочу я вам рассказать одну историю, и последний продукт показать. Вот, завершающий продукт из этих я вам сейчас показала четыре только контейнера, которыми я буду пользоваться, и сейчас расскажу историю, больше косметики не будет. Так, девчоночки, в общем-то, я хотела однажды заказать на Майкап Революшн, очень много различных продуктов. В основном, мой выбор пал на тени и хайлайтер, хайлайтер именно в сердечках. Я посмотрела кучу отзывов, в основном, европейских блогеров. Мне понравилось, как они все это расхваливают, рассказывают. Я начала изучать, как это все вообще купить, все-таки сайт как бы англоязычный. Я заказала, я не заказала, я где-то вот эту палетку хайлайтеров увидела. Знаете, как на каком-то прилавке или на рынке, в общем, тут не держится крышка. И пока я все это изучала, вот это вот сердечко уже у меня было. Я поняла сразу, когда я уже начала пользоваться, что вот эта вот форма сердечка и вообще вот это все это не мое, да, для красоты стоит. Ну, как-то, не знаю, не тянутся руки. В общем-то, начала я оформлять на Revolution все эти продукты и сайт у них полетел. Я не знаю, такое вообще у них бывает или нет. Ну, в общем, ошибка. У меня интернет работает, видео идут, все отлично, все прекрасно, ну, вот на сайте ошибка. Знаете, девчонки, после этого раза я не стала вообще всю корзину очистила, когда все восстановилось. Восстановилось все буквально через 5 минут. и вот как от души отлегло, как будто я это все купила. Я не знаю, как это все происходит, как это все объяснить, но вот сам процесс того, что я это выбирала, что я это добавляла в свою корзину, а потом это все-таки не приобрела, там еще подарков, гора целая, обещала сюрпризы, какие-то пакеты, или что-то там, палетки. Я очень рада, что я от этой идеи тогда отказалась. У меня хоть сейчас нет 20 еще хайлайтеров, 30 бронзеров и 60 палеток, или не знаю, какое-то количество я выбирала, я выбирала на 11, что ли, тысяч рублей. В общем, и сейчас, кстати, революшн, активно представлен магнит косметик. Я вчера все-таки одним глазком посмотрела, что там лежат эти чудесные палеточки. Но я себя смогла остановить только потому, что у меня денег не было. Если честно, так бы я, наверное, сорвалась, сейчас бы перед вами оправдывалась, какая я негодяйка и как я опять накупила непонятно чего, непонятно для чего и опять захламила. Ну, все-таки, вы видите, наверное, объективно, если посмотреть, то количество косметики это многоватое. лицо все-таки одно, все это нужно как-то измазать, потому что здесь новая нейтронутая еще косметика. Ну, слишком это реально многовато. Я здраво это сейчас смотрю на все и как бы большинство продуктов уже просрочено, потому что срок годности три года. Я за три года даже помаду не успеваю распробовать, имея несколько. Да, у меня было в школьные годы не так много и то, помню, очень сильно и много пропадало. Ну, тогда мы еще чудили, могли взять помаду и остатками написать что-нибудь на зеркале. Ну, тоже детство своеобразное такое. Развлеченница было. Или там в открытках какие-нибудь сердечки помады нарисовать. Ну, а сейчас все вот так вот. И, да, вот, вроде бы радость от покупки есть, а потом что вот с этим делать? В прошлом году буквально как от сердца отрывало. Я столько кистей как бы выбросила, очень много выбросила и помад. Помад прям очень много. Я перенюхала все, все, которые были с неприятным запахом или, знаете, там, побелели или еще что-то. Не глядя, избавилась. Это было летом, весной от всех вот этих жидких каких-то карандашей, теней. Я прям активно, помню, весной вот взяла, пересмотрела все, что смогла там как-то подиспользовала, все, что подзасохло, особенно от белорусской косметики, там очень много у меня теней полетело. И я как-то, знаете, вот самое главное это перебрал и быстро тут же вынес этот мусор. Если оставится на утро, это все останется опять же дома, это все распакуется по всем. Да, у меня было утром такое, ой, зачем я эту кисть выбросила, она же хорошая, почему от нее решила избавиться. Помните, такие кисти были модные на ножке, на такой, вот такая вот круглая бульбочка. У меня их было несколько наборов, я активно ими пользовалась, но потом я поняла, что не нравятся они мне, мне их вымывать сложно. И решила от них избавиться. А на утро ой-ой-ой-ой-ой, а вдруг вот мне нужно будет сделать то-то, 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 а у меня нет этой кисточки. И потом себя успокоилась, тебе будет нужно сделать то-то, то-то этой кисточкой, пойдешь и купишь эту кисточку и хватит вот это вот разводить нюни. Также очень много подводок выбросила, прям большое количество в прошлом году. Также вот хайлайтеры, бронзеры, румяна, что не очень так нравилось, я все выбросила, либо предложила кому-то и легче стало, да, намного легче стало и сейчас косметики, конечно же, поменьше стало и все остальное осталось. Ну, либо любимое, либо, ну, и так пойдет. А то, что не нравилось, у меня были некоторые продукты, они вызывали мне аллергию, либо они свежие, новые и вот все, у меня все лицо чешется, я не могу, мне нужно смывать. Я не знаю, зачем я эти продукты держала, особенно на глазах, которые, вы знаете, сразу пухнут веки. Зачем? Для чего? Ну, то есть, ты даже из квартиры, из дома, из комнаты, неважно, где я нахожусь, там, на даче, то есть, я не могу вот выйти куда-то. И для чего? Вот это я хранила, как вообще в моей голове уложилась мысль, что тебе нужно оставить данную косметику. Ты не можешь просто, даже ты до ванной комнаты, я пока поднимусь, смывать это все, и уже у меня там все чешется, все выжигает, и я помню, даже на кухне, чтобы не подниматься, быстро умылась, ну, потому что нереально, она все выжигает, все чешется, и как? И получается, что ты перевела эту косметику, которая, ну, на всем остальном лице была, и этой ты не воспользовалась. Тебе нужно опять мыть кисти, делать заново макияж, использовать по кругу косметику ради того, что ты вот опять продукту дала пятый-шестой шанс. Ну, дала один шанс, второй. Не нравится аллергия, что-то не подходит, хотя у меня редко бывает аллергия, так что я избавилась. Также избавилась у меня была палетка теней, там уже была сборная солянка, знаете, такая как бы своеобразная самонаборная, там вынула, что-то засунула, и вот все оттенки, которые делали мое веко, вот, знаете, таким вот морщинистым, я собрала туда все эти оттенки и решила, что мало ли, а вдруг я буду миксовать с какими-то другими оттенками. Представляете, до чего вот у меня там в голове пошли шарики заролить, а вдруг я буду перепрессовывать эти вот оттенки, я туда помещу. Да ничего подобного. И вот в прошлом году я взяла эту палеточку и отнесла ее. До свиданец. Потому что, ну, реально, веки, ну, так, знаете, вот от жидких теней иногда бывает, вот так вот, скукоженная такая вот кожа, как старая, такая морщинистая, вот так и от этих получалось. я не знаю, я не знаю, почему так, но оттенки мы не подходили, может, может форму. Ох, да, все это тоже полетело. Также очень много карандашей, которые, ну, просто не нужны. Особенно выбеливающие губы. Ну, я не пользуюсь уже много лет. Вы помните, 2005, 2006, 2007, 2008 было вот это вот все активно, когда тональным кремом высвечивали губы, там, губы припудривали, чтобы их вообще как будто не видно было. Покупали кико, помады. Они, эти помады? Нет, я вот думала, что у меня одна осталась. У меня от кико блески остались. Да, нет у меня. Ну, в общем, у меня была и темная одна помада, совершенно случайно я перепутала и в магазине как-то ее взяла. Помню, эти светлые помады. Потом гонялась за этими светлыми карандашами. Вау, круто! Все, я бегаю, мне нужны эти светлые карандаши, чтобы также высветлить эти губы, эти белые какие-то блески. Опять же, эти блески-то все, эта помада давным-давно либо закончилась, либо выбросилась, а карандаши-то они никак не пахнут, ничего с ним не поменялось. Ну, куда я буду какими-то светло-светло там молочными карандашами высветлять губы? Да не буду, я этим уже заниматься и у меня как бы уже нет той моды на губы, как была тогда. Тоже целая буквально там связка получилась этих карандашей. Мы тоже с ней, скажем так, расстались. кто помнит, смотрел мой отчет Project Pen ноябрьский, когда я там пустышечки за месяц показывала, там была тоже круглая палетка с тенями Арифлейм. Этим теням, я не знаю, какого они были, 10-го, 9-го, 8-го, в общем, кто занимался Арифлеймом, помнит, это была новогодняя, по-моему, палетка, я тогда рада была, там блесточки были, все отлично, все круто, но опять же, столько лет к ней не тянулась рука, и тени уже были не того качества, мне было тяжело ими пользоваться, я не хотела ее заканчивать, но когда мне нравилось, там вы видели оттенки, помада, все, что могла, все, что мне устраивало, ну, вот пришлось мне тоже, опять же, от нее избавиться, скрипя сердцем, тоже думала, а вдруг вот какой-то у меня будет зеленый оттенок, слишком светлый, а я отковырну от вот этого темного зеленого оттенка, добавлю его туда, и у меня будет вот такой вот оттенок, да ничего подобного, это то же самое, как вот варить помады, у кого-то это получается, кто-то это делает, я вообще смотрю, иногда просто поражаюсь, ну, я не могу, вот сколько раз оставляла помаду, думаю, ох, сейчас вот из этих наварю, да ничего я не наварю, вот лично я ничего не варю, я смотрю, это не так сложно, там свечка, ложка, какая-нибудь баночка, это же не обязательно стик, все, переварилась, ну, вот руки не тянутся, не хочу этим заниматься, оставлял, когда-то что-то думаю, ой, сейчас буду, сейчас сделаю, а потом, ой, да не хочу, и все на этом, вот, как я себя заставлю, опять же, когда у меня столько новых, красивых помад, ну, скажем так, относительно новых, а я буду там что-то варить и чем-то пользоваться, да не буду я этим, я и выковыриваю иногда помаду с трудом, ну, чаще, кстати, выковыриваю, когда заканчивается, не знаю почему, мне кажется, наверное, чтобы использовать каждый рубль, потраченный на данное изделие, в общем, всем спасибо за просмотр, да, я очень много поболтала с вами в конце, извините, если кого-то это напрягло, в общем, хотелось высказаться и рассказать, что вообще происходит и как все это получается, всем спасибо, всем пока!